Смотрите, есть одна вещь очень сильная, которая сильно меняет судьбу. Вот, допустим, приведу такой пример. Сидит начальник в совещании. Целый час его подчиненные обсуждают тему. Он молчит и просто слушает всех одинаково, никому не давая никаких, как бы, как называется, привилегий. Что это значит? Это значит, что этот начальник никогда не ошибется, потому что он понял, как держать разум в самом высоком своем проявлении. Когда человек способен слушать внимательно, спокойно, терпеть звук, слушать мнение каждого, изучать, слушать, 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 этот человек способен управлять ситуацией. Как только возбудился, какой-то подчиненный что-то говорит, ты возбудился, хочешь ему что-то ответить, возразить, все, ты потерял квалификацию. Терпи любой звук от любого подчиненного, любое мнение, которое тебе говорят, терпи. Теперь пришел старший начальник, ты подчиненный. Он тебе начинает, «А, Адам, ты что так работаешь там, туда-сюда?» Слушай, терпи. Ничего не возражает, просто слушай. Все, ты побеждаешь судьбу. Когда человек умеет слушать, он становится очень мудрым. Слушание делает человека мудрым, могущественным человеком делает. Ребенок пришел, двойку получил. Садись и расскажи, почему двойку получил. Начнет говорить, слушай его, слушай. Очень важно послушать, потому что ты многого не знаешь. Может быть, ребенок вошел в плохой период жизни. Может, у него развивается психическое заболевание. Это я вам реальный случай рассказываю. Девочка начала получать плохие отметки. Мама ничего не слушала. Она слушала преподавателя. Говорит, ваша дочка связалась с плохой компанией. Она перестала учиться. До этого хорошо училась. Ваша дочка как бы ведет себя плохо, все. И поэтому она плохо учится. Мама дочку прессует. Дочка говорит, что мне тяжело учиться. Я не знаю почему. Я не могу сейчас учиться, как раньше. Мне очень плохо все время, тяжело. Она говорит, ты меня обманываешь. У тебя плохая компания и так далее. Мать обратилась ко мне. Я говорю, ваша дочка сейчас. Если вы дальше так будете с ней себя вести, может сойти с ума. И жить уже в домике неизвестного архитектора дальше. Понимаете? Очень опасная ситуация. Развилась у этой мамы с этой дочкой. Она мне не поверила. Я говорю, хорошо. Ведите ее к психиатру. Посмотрите его заключение. То же самое заключение, он говорит. И ребенок практически на сломе психическом. Если сейчас еще пару месяцев учебы вот такой вот, то ребенок сходит с ума. Все. Мама ничего не узнала об этом. Почему? Потому что она не слушала свою дочь. Она должна была послушать, что она говорит о себе, о своей жизни. Почему она плохо учится. Она не хотела ее слушать. А теперь вот подумайте, кто из вас слушает своих детей вообще? Что они говорят о своей жизни? Что у них там внутри? Вообще никто не слушает. Понимаете? И точно так же мы не слушаем своих близких часто. И пропускаем плохой период жизни. Мы не видим опасность в результате. Она опомнилась. И дочка взяла академический отпуск. То есть перестала учиться. Пошла потом более поздней группой учиться дальше. И вышла из плохого периода. Опять все хорошо. Но зато сохранили ей здоровье психическое. И жизнь фактически. У ребенка. Такой случай. Что же такое слушание? Это самая тяжелая аскеза. Слушание. Потому что надо признать, что я не всего понимаю в этом мире, в этой жизни. Надо это признать для себя. И поэтому всегда мониторить ситуацию. Слушание — это прибор жизни. Когда человек слушает, он таким образом глубже понимает жизнь. Что происходит вокруг. Слушание дает такое знание. Когда человек слушает молитву, он обретает способность вообще побеждать судьбу. Вчера, помните, я говорил, настройте, слушайте. Не себя слушайте, а те, кто молится. И вы таким образом станете очень сильными в победе над судьбой. Потому что через их звук вера придет в сердце, которая связывает тебя с Богом. Что же делает слушание? Когда человек все слушает, старается меньше говорить, больше слушать. Он становится лидером общества такой человек. Ставшим для всех становится. Разумным становится такой человек. Самая большая эскеза слушать. Нет, больше эскезы тяжелее. Причем по-разному можно слушать. Некоторые слушают и спорят постоянно внутри. Есть четыре типа правильного слушания, приводящих к победе. Веды описывают. Есть четыре типа неправильного слушания, разрушающего жизнь человека. Веды описывают с животными. Первый тип неправильного слушания – это волк. Называется волк. Когда человек слушает и все время сам хочет что-то сказать. У него всегда вопросы. Он как бы тянет руку, ему что-то рассказывает. Он говорит, нет, нет, у меня вопрос. Все, только свое. Я хочу только свое. Что-то сказать, что-то сказать, что-то спросить. Слушать не могу. Второй тип неправильного слушания называется бык. Бык как бы ест все без разбора. Хорошее, плохое. Так и человек неправильное слушание о всех интересное ему слушать. И новости слушает. Хавает все там в уши себе. И лекцию тоже. Все вместе. У него горшок переполняется. Он смешивается. Грязь там, чистота. Все вместе. В его горшке как бы находится. Он бардак. И он говорит, что-то я запутался. Что он все слушает как бы с верой. Все, что там ему не говорят. И сплетни, и новости, и лекцию. Все вместе с верой. У него там в горшке бардак в результате. Следующий вид неправильного слушания называется верблюд. Человек очень с большим удовольствием слушает. То есть верблюд, он что, в чем у него прелесть-то жизни? Почему он выжил в пустыне? Потому что он любит вкус собственной крови. И когда он колючки ест, они же колючие. Они ранят рот. И он думает, вкуснятина вообще. То есть кровь начинает там выступать. И он ест эти колючки с удовольствием. Потому что любит собственной крови вкус. И колючки поэтому дают им возможность жить. Они там проглатывают. Точно так же верблюд с позиции слушания. Это человек, который слушает с удовольствием. Всякие там бои на телевидении. Там орут друг на друга. Там ругаются. Всякие шоу. Он это слушает. На лекцию пришел. Я не могу это слушать. Пошел. Только колючки может жрать. Нормальное жрать ничего не может. Свежую траву жрать не может. Нужны колючки, потому что кровь нужна. Кровь. Понимаете? Верблюд. Сколько у нас уже? Три? Так. Волк. Верблюд. Бык. Забыл. Четвертый. Есть еще в Индии такая птица, чикора называется. И она постоянно, ну как бы такая, постоянно кривляется и постоянно что-то щебечет. Такой недовольный вид у нее такой, ну как, она как на воробья похожа, чуть побольше такая. Чирик, чирик, чирик. Ну то есть возмущается, постоянно недовольная такая вот это слушание, вот как эта птица. То есть человек всегда спорит, как бы он недовольный всегда, ему не нравится то, что говорят, у него свое мнение. Такой человек никогда не услышит. Вот четыре типа неправильного слушания. Теперь четыре типа правильного слушания. Первый тип правильного слушания называется попугай. Человек слушает внимательно, слушает, все запоминает, как есть, потом всем пересказывает, что услышал. И он усваивает очень сильно материал, у него становится, как бы разум развивается в результате. Он с первой слушает, потом так же говорит, как все услышал, всем рассказывает. Вот второй тип правильного слушания называется лебедь. Ну то есть лебедь, он отделяет грязь от чистоты, то есть молоко от истины. То есть он слушает, самое главное выделяет, самое нужное, а все остальное как бы убирает, чистоту берет. Следующий тип правильного слушания это рыба. То есть рыба, она не мигает, вот как это Ленин в октябре был фильм, товарищи, и товарищи такие раз застыли, слушают. Не мигают такие, слушают, внимательно, ничего не пропускают. Это называется рыба ведок, ведь тип слушания, она, рыба же не моргает, такая раз застыла. Так человек слушает, он не мигает, как бы пытается все понять. И четвертый тип правильного слушания это называется читака, это другая птица, сравнивается с птицей. Эта птица, она, представляете, она с земли вообще ничего не пьет. Она живет возле моря, и там постоянно туманы, там дожди идут, и она пьет только чистую воду. Когда дождь идет, она до этого, ну как бы, испытывает жажду. Как только дождь идет, она взлетает и только чистую дождевую воду пьет, она слуш никогда не пьет эту воду. Это означает, что человек хочет только чистое слушать, что такое возвышенное, все остальное ему не нравится слушать. Птица читака, он только чистоту хочет слышать, только самая лучшая в жизни. Все остальное он не хочет слушать, и такой человек становится разумным, несомненно.